Дайла Майл, Великобритания, женщина, которую в России считают старейшей в мире, умерла в возрасте 128 лет, посвятив свою долгую жизнь тяжелому труду и кислому молоку. Уилл Стюарт Дайла Майл, Великобритания 22 января 2019 года Жительница Кабардино-Балкарии Нанушаова, согласно данным ее паспорта, умерла в возрасте 128 лет. Если это правда, то она родилась до того, как последний российский царь Николай II вступил на трон. Секрет долголетия российская пенсионерка связала с тяжелым трудом и кислым молоком объявив о ее смерти. Чиновники утверждали, что она была старейшей женщиной России и она доверяла местному напитку. Который называется Айран, смесь йогурта и охлажденной воды. Его она предпочитала чаю. Она дважды побывала замужем, родив восьмерых детей. У нее 19 внуков, 33 правнука и 7 проправнуков. Во время Второй мировой войны она рыла окопы в своей деревне и в течение своей долгой жизни работала в местном колхозе в селе Заюково в Кабардино-Балкарии. В прошлом году ее приветствовали как старейшего избирателя России, когда она выразила поддержку Владимиру Путину на президентских выборах. Она уже достигла пенсионного возраста, 62 лет, когда родился Путин, которому сейчас исполнилось 66 лет. Ее сын Хусейн сказал, у нее не было никакой специальной диеты. Она только сказала, что важно много работать. Она говорила, чем больше и лучше вы будете работать, тем здоровее вы будете. В ней в то же время было что-то генетическое. Ее мать, моя бабушка, прожила 117 лет. Официальные представители района, где он жила, после ее смерти опубликовали сообщение, выразив таким образом дань уважения. Нану Шаова, долгожительница села Заюково-Баксанского района Кабардино-Балкария и старейшая женщина России, согласно книге рекордов России, умерла в возрасте 128 лет. В мае ей исполнилось бы 129 лет. Администрация Баксанского района выражает самое искреннее соболезнование ее семье. Это большое достижение, просто невероятно, написал один скептик. Другой писал, она, конечно, добавила 20 или 30 лет к своему возрасту, чтобы претендовать на раннюю пенсию. Многие люди утверждали, что их документы были утеряны или сыжены, и она сделала то же самое. Конечно, она была пожилым человеком, но ей не было больше 95 лет. Ее сын также признал, что, хотя у нее были четкие воспоминания о Второй мировой войне, она едва помнила Первую мировую войну, хотя ей было бы 28 лет, когда она и закончилась. Еще одна загадка заключается в том, что Россия признала Нану старейшим гражданином страны, несмотря на слова одной жительницы Чечни, утверждающей, что ей 129 лет. Во всяком случае, так указано в паспорте и пенсионном удостоверении. Коку Стамбулова, по-видимому, родившаяся 1 июня 1889 года, ясно помнит, как она была депортирована Сталином со всем населением Чечни в степи Казахстана 75 лет назад. Она рассказала, как люди умирали в вагонах для скота, а их тело выбрасывали на съедение голодным собакам. Нас посадили в поезд и увезли. Никто не знал куда, рассказывала она. Железнодорожные вагоны были набиты людьми, грязь, мусор, экскременты были повсюду. Трупы поедали собаки. Мой Свикор был выброшен из поезда во время пути. Согласно ее рассказу, в то время ей было 54 года. Она вспоминала, как молодые кавказские девушки умирали от разрыва мочевого пузыря, потому что им было стыдно ходить в туалет в переполненных поездах. О Коку говорили, что она самый старый человек, который когда-либо жил, но у нее не было ни одного счастливого дня в ее жизни. На Кавказе есть долгожители, но их возраст, как правило, невозможно проверить. Самая продолжительная жизнь человека была зарегистрирована у Жанны Калменты из Франции, которая прожила 122 года 164 дня и умерла в 1997 году. В детстве она познакомилась с Винсентом Ван Гогом. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.